Всем привет, друзья! Как вы знаете, я сотрудничаю с лучшими фирмами по трудоустройству страны Европы. Это огромный выбор городов, а также большое обилие вакансий. Работая со мной, ты получаешь 10% скидку на услуги компаний. Все подробности в описании под видео. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран, и вы снова на моем канале. Это проект Poland Work For You. И сегодня у нас будет таких 10 фактов, 10 интереснейших фактов про Польшу, которые, скорее всего, вы раньше никогда не слышали. Поэтому, если вы готовы, то заживайтесь поудобнее. Я обещаю, вас ждет несколько минут незабываемых впечатлений. Поехали! Итак, первый факт. Около 35% из 60 миллионов поляков живут за границей. Большие польскоговорящие общины живут в США, Канаде, Великобритании, Германии, Австралии, Бразилии и Аргентине. То есть, из всех существующих поляков, которых существует 60 миллионов, 35% из них находятся в других странах. Второй факт. Одна из самых старых в мире соляных шахт, соляная шахта в Величке, была построена в 13 веке. Она представляет собой коридоры и галереи на 7 подземных уровнях, на глубине от 57 до 198 метров, общей протяженностью более 200 километров. Ее также называют подземным соляным собором, благодаря трем часовням и целому собору, которые были вырезаны шахтерами в соляной горе. С 1978 года соляная шахта входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Третий такой интереснейший факт, что раньше в Польше давали медаль за долголетнюю супружескую жизнь. Так называемая медаль Польской Народной Республики. Медаль за долгую супружескую жизнь была учреждена в 1960 году. И медалью награждали супруги, прожившие в браке 50 лет и воспитавшие, по крайней мере, одного ребенка, своего или приемного. Медаль, по мнению некоторых исследователей, вручалась именно супруге. Медаль за долголетнюю супружескую жизнь носилась на левой стороне груди после медали за самоотверженность и отвагу. Четвертый факт – это запрет абортов в Польше. Аборты в Польше запретили еще в 1993 году. Тогда парламент принял закон о планировании семьи, защите плода и условиях прерывания беременности. Поэтому закон у женщинам может прерывать беременность только в трех случаях. Первый – если беременность угрожает жизни или здоровью женщины. Второе – медицинские исследования показывают, что ребенок с высокой степенью вероятности родится с тяжелыми и необратимыми дефектами. Или неизлечимой болезнью, которая поставит под угрозу его жизнь. И третье – есть основания полагать, что ребенок был зачат в результате преступления, например, изнасилования. Ответственность за нелегальный аборт несет тот, кто проводит операцию или занимался ее организацией, а не женщина. Наказание до трех лет тюрьмы, поэтому никто, так сказать, не рискует даже нелегально делать аборты. Но выход из этого простой. Просто люди едут в соседние страны, чтобы сделать аборт. И в этом нету таких больших проблем. Официально в Польше почти нет абортов. По данным государственной статистики, в 2014 году аборт сделали всего 970 женщин. Для сравнения, на Украине в 2014 году было проведено 116 104 аборта. В Испании в 2013 году было проведено 108 690 абортов. При этом в 1997 году, когда Польша вступила в силу поправка, которая позволяла делать аборт женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, количество легальных абортов резко выросло. Но спустя год Конституционный суд Польши эту поправку отменил. Но что касается того, что такие мнения, что запрет абортов может улучшить демографическую ситуацию Польши, то есть такой популярный миф. То есть, если ограничивается количество абортов, то это помогает повысить рождаемость. Но здесь все наоборот. В Польше аборты запрещены, но в ней один из самых низких в Европе показателей рождаемости. Итак, следующий факт касается именно названия Польши, откуда она пошла. После введения официального названия Речпосполита Польска, его некоторое время переводили на русский язык как Польская Республика, потому что слово Польска одновременно значит и Польша, и Польская. Затем последовало разъяснение МИД Польши о том, что адекватным переводом является Республика Польша. Само же слово Польша происходит от названия племени Поляне, что означает люди, живущие в открытом поле. Шестой факт это то, что польский фастфуд номер один это кебаб. По составу это все та же шаурма, только в два раза больше, и помещенная она в половине батона. И естся она, конечно, пластиковой вилкой, так как сразу все в рот не влезет. Итак, седьмой факт это дворец культуры, который находится в Варшаве. По преданию, после войны Сталин в качестве безвозмездного дара от советского народа народу польскому предложил построить в Варшаве на выбор либо метро, либо дворец культуры. Поляки выбрали второе, за что и получили возведенную по типу сталинских высоток на сегодняшний день самое высокое здание в Польше, а именно 237-метровый дворец культуры и науки. Восьмой факт. Во время Второй мировой войны Варшава была на 85% разрушена. Отступающие немцы хотели сравнить город с землей. Существовали предположения строить столицу в другом месте. Сегодняшняя же Варшава это целый город, построенный заново. Восстановление шло усиленными темпами. Наспех строились блоковые дома в стиле соцреализма. Поэтому большинство поляков не любят Варшаву. Говорят, что она сильно шумная и серая. Итак, девятый факт касается выпускного бала в Польше. Этот аналог выпускного бала называется 100-дневка и организовывается за 100 дней до экзамена. Обязательным первым танцем считается Полонез. Польша единственная страна, где в подобном бале участвуешь еще до окончания школы. И последний, последний, интереснейший факт это про реки. В Польше есть реки Вельна и Нельба. Это реки, что пересекаются под прямым углом, но вода в них не смешивается. Эти явления учеными объясняются так, что уровни воды, уровни течения воды, температура и скорость в реках отличаются одна от одной. Даже был поставлен такой эксперимент, в результате которого разные краски были вылиты в реки и при пересечении они не смешались. Это уникальное явление пользуется огромной популярностью у туристов. Итак, это были такие 10 интересных фактов о Польше, которые, так сказать, не могут оставить равнодушным любого человека. Если вам интересна данная тематика, то я в будущем постараюсь сделать еще такое видео, так как материала с интересными фактами о Польше более чем достаточно. В принципе, у меня все. Всем, кому было полезно это видео, ставьте лайки, не будьте жадинами, подписывайтесь на мой канал. И, в принципе, это все. Всем желаю хорошего дня. Всем пока.